Всем привет! Сегодня небольшой обзор 8-битной игровой приставки класса Dendy. Ну, будем называть данную приставку Boogeyman по герою, нарисованному на коробке. Как видите, имеется информация о том, что в приставку уже встроено 80 игрушек. Да, эти игры действительно есть, они не повторяющиеся. Ну, а если чего-то не хватает, то можно использовать картриджи, ибо слот под стандартные картриджи присутствует. Работает данная приставка на вот таких вот обычных Dendy-вских картриджах, то есть все это как у всех. В комплектацию входит сама консоль, два геймпада, напоминающие джойстики от PlayStation 1. Есть световой пистолет, к сожалению, не работающий на современных телевизорах. То есть, ну, такой спорный аксессуар, но вот он есть. Вот, есть блок питания, блок питания также осовремененный, то есть выдает он 5 вольт и ток до 300 мА. И есть кабель для подключения к телевизору. Кабель для подключения к телевизору здесь, по сути дела, такой же, как у приставок Sega. Почему? Потому что вот этот корпус компактный, он как раз и может быть в нем делают как Sega, так и приставки 8-битные Dendy. Видите, даже для мега-ключа имеются места, так сказать, это что касается Sega. Ну, а сейчас давайте подключим приставку к телевизору, посмотрим картинку, посмотрим встроенные игрушки, которые здесь есть. Ну, и сделаем какие-либо выводы. Ну, при включении приставки появляется список встроенных игр. Сейчас попробую. Музычки никакой нет, слава богу. Вот, ну, это Super Contra, вторая Contra, Arcanoid, игрушки. История игрушек, это тоже что-то такое переделанное. Сразу же здесь же, на первой страничке, Super Mario Bros. Графика осталась в 80-х, не успела она за современными гаджетами. Поэтому картинка, вот что касается Super Mario Bros. здесь, ну, вызывает какие-то негативные эмоции. Но зато сам геймплей, как бы и вспомнить детство и юность, весьма-весьма и можно. Так, следующее, что здесь есть. Ну, Tetris. Это стандартная игра, которая присутствует практически во всех встроенных играх на приставках, вот на таких. Так, что здесь еще имеется? Галага, Цирк Чарли. Adventure Island здесь первая часть, только вот она под номером 12. Это там, где такой... Ну, давайте запустим, здесь игрушек немного. Такой парнишка, который бегает, катается на скейте и за невестой, за своим там, по островам. Наверняка, если вы когда-то играли в Денди, то вы в эту игрушку тоже играли. Вот такая очень популярная игра. Повторюсь, их четыре части, но здесь она первая часть присутствует. Танк 90-е. Ну, это здесь, скорее всего, один из уровней. Вот. Да, здесь, видите, только А. А там еще много букв алфавита у них есть. По сути, это продвинутые Battle City, продвинутые танчики, где призы могут брать и вы, и соперники. Там есть уровни, которые... Уровни, в которых он там по воде плавает, траву косит. Ну, для этого, чтобы этим всем воспользоваться преимуществами всей этой игры Танк 90, по сравнению с обычными Battle City, конечно, нужна полная версия, но вот ее здесь, к сожалению, нет. Дагханты. Пистолетная стрелялка. Звездные врата какие-то непонятные. Макрос. Популярная игрушка. Папай. Антарктик Эдвинч. Игра такая на двоих. Пинвинчики там ходят. Баун Файт. Очень интересная игрушка, тоже вдвоем. Вилд Ганман это стрелялка. Карате Лодраннер второй какой-то присутствует. Давайте глянем, что это такое. Почему он называется Лодраннер 2? Потому что начинается с какого-то другого уровня. В отличие от классического. Ну, а так то же самое все. Айсклимбер, шикарная игрушка. Вертолет нормальная игра здесь есть. То есть Тори 2 что-то. Вторая это вообще непонятные какие-то игры. Ну, на Денде что-то как-то напряженно было. Ну, китайские хаки тоже никто не отменял, конечно. Родфайтер. Мотокросс. Теннис есть. Это Бильярд один из вариантов. Гольф какой-то. Пакман. Так, Клэйшот вынесен из этого. Из Докханта. Отдельный. Донки Конг. Какие-то три части. Книга джунглей имеется. Доктор Марио. Популярная игрушка. Ну, Супер Марио экстра какой-то. Не знаю, что это такое. Мисс Пакман. Дабл Драгон есть. И Контрол. Это первая часть Контры. Классическая. Та, которая в джунглях начинается. Первая часть Костливании. Тоже это классика. Шикарнейшая совершенно игрушка. На карте же в новой реальности практически не встречается. Олимпийские игры. Ну, и все. В общем-то. Ну, я бы так сказал. Средненький набор игр. Хорошо, что он есть. Это лучше, чем 99999 в одном. Или лучше, чем какая-нибудь это Дэнди там, где 3000 игр. Из которых там 5 оригинальных, а дальше идут повторы. Но могли бы составить список какой-нибудь и получше. Однако, можно использовать картридж. То есть, если поставить картридж сюда, то сразу же будет работать картридж. И вот это одна из игр, которую, ну, по сути дела, должен иметь каждый игрок в Дэнди. Это Принц Персия. Во встроенных ее, кстати, практически никогда не бывает. В Сеге бывает, вот Принц Персия встроенных в Сегах. А в Дэнди в ских приставках не бывает. Ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день. Вот. Еще из встроенных, еще из таких вот игрушек, которые хотелось бы, чтобы они были. Ну, что можно отметить? Это черепашки-ниндзя в обязательном порядке, правильно? Какой-нибудь там русалочка, утиные истории. То есть, это вот то, чего здесь нет. Как бы, ну, есть две части Контры. Есть Цирк Чарли, есть Танчики, есть Тетрисы, есть Баун Файт, есть Антарктик Эдвинч, есть Луд Раннер, есть Айс Климбер, то есть, этот самый Род Файтер есть. Теннисы, Тетрисы, то есть, во что поиграть здесь присутствует. Ну, больше даже не знаю, что сказать вам об этой приставке. В принципе, нормальная Дэнди. Представлена консоль компании Кудас, ну, сейчас только Кудас до Ньюгейма остались, по сути дела, по крайней мере, из тех, что у нас в магазине есть. Была Симбас, куда-то тихо исчезла, никаких приставок, ни Сек, ни Дэнди нет, хотя в свое время были популярны. Вот последняя была Симбас Джуниор 3, там 456 игрушек было встроенных. Ну, и она куда-то, честно говоря, пропала, и все. Жители города Санкт-Петербург и ближайших пригородов, желающих приобрести приставку Дэнди в том или ином виде, приглашаю к нам в магазин на Ириновском проспекте. Он находится, работает каждый день, всегда есть выбор из десятка различных консолей класса Дэнди, ну, и столько же, наверное, консолей класса Сега. Пожалуйста, что вам ближе, приходите, выбирайте, подключим к телевизору, покажем, как это работает. Хоть на маленьком экране, как вот у меня здесь 22 дюйма, хоть на большом экране у нас есть и 42 дюйма телевизор. То есть, можно всегда, ну, как бы сделать более осознанный выбор, чем просто глядя в телевизор. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал, заходите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч.